Сейчас мы немножко поговорим о ритмах, существующих. Вообще, как бы, вот в момент рождения у нас самый начальный ритм, нулевой. И вот человек родился, через 6 месяцев максимальное здоровье, а еще через 6, снова минимальное, снова нулевая точка. Вот здесь, если посмотреть, взять выборку, сделать анализ приходящих пациентов, то, если повнимательнее посмотреть, то, оказывается, около дня рождения пациентов больше приходит. И очень часто острые случаи, и вы, наверное, по себе знаете, что если приближается день рождения, то многие начинают болеть. И многие пациенты приходят со различными осложнениями. Вот у меня есть пациент один, который, ну, любит, чтобы им занимались. Так вот, у него отек сигмовидной кишки возникает около дня рождения. И как только отек возник, у него лицо краснеет, он с красным лицом приходит ко мне. Я уже знаю, что у него опять проблемы с сигмовидной кишкой. И как я его не уговариваю, я говорю, Рудоль, ну давай ты немножко позанимайся, ты помоги себе, поддерживай. Он говорит, ну зачем я стихи не есть? Ну, это уже его дело. То есть, но в данном случае день рождения. И обратите внимание, когда вы будете на экскурсии на кладбище, то обратите внимание, что основная масса людей умирает около дня рождения. То есть, вот здесь вот, как раз вот это явление, оно четко прослеживается. И в то же время, когда мы с вами ведем пациента, и пациент находится либо в этой точке, либо в этой, эту ситуацию тоже нужно учитывать. И как только день рождения проходит, начинается подъем. У нас даже есть одна видеозапись, где у нас был пациент истощенный. И вот представляете, в день рождения у него, это в этот день, мошонка оттянулась чуть не до колен. То есть, парня привезли буквально на руках. То есть, при росте 180, вес 40 килограмм. То есть, крайняя стадия истощения. Ну и вот. И после того, как день рождения мы его продержали, представляете, в день, в этот день рождения, мы его 3-4 раза мануалили. То есть, практически мы, если так разобраться, не вынимали руки из его живота. Но как только этот день прошел, пошло улучшение. Лучше, 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 лучше. И сейчас этот парень руководит крупной фирмой в Казани. То есть, как он говорит, не напоминайте мне об этом. Это было страшное шансово. Все. А вот трагическое, то есть, нет аварии? Нет, ну трагическое мы не берем. Конечно, дело в том, что когда день рождения, мы принимаем много неправильных решений. Вот взять, сейчас нас какой год идет? Нет. Нет. Здесь мы в данном случае с вами говорим, что вот год, годовалый ритм. 6 месяцев максимальное здоровье, через 12 месяцев минимальное, но это уже год прошел, да? А вот если взять 12-летние циклы, то в 12-летних циклах то же самое просматривается. Там просматривается 6 лет максимальный подъем, где на этом подъеме есть и спады мелкие, но вот максимальный подъем здоровья 6-летний цикл. А дальше через 12-летний цикл идет спад. И вот, предположим, год петуха, значит, для петухов это самый тяжелый год, потому что у них все на спаде. Неудачи, неурядицы различные, неполадки со здоровьем, возникновение различных образований, то есть это все соответствует вот этому году. Как только год проходит, пошло вверх. Вообще наша жизнь, она как бы тоже складывается из вот этих вот циклов 12-летних. 12 по 12. У нас получается, что срок жизни человека это 144 года. И вот здесь вот 72 года, это как бы тот цикл, когда идет на подъем, хотя этот подъем идет опять, то спад, то подъем, спад, подъем, спад, но все равно это движется вверх. А дальше после 72 к 144 годам идет уже на резкое наснижение. И в зависимости от того, кто вот в эту точку придет, с какими достижениями в области живота. У одного это пологая, пологий рисунок, а у кого-то обвал, обратите внимание, до 72 лет обычно люди хорошо выглядят. Смотришь, 72 года, а ему дают 60, там около 60, хорошо выглядят. Как только переваливает за этот срок, и вот здесь-то сразу все ясно, с чем он, с каким багажом пришел вот именно в эту точку. Либо он пойдет сюда, либо у него резко начинается снижение, и он заканчивает свой срок раньше времени. И вот наша задача, и когда мы смотрим пациентов, как мы считаем, преклонного возраста, чем отличается один от другого состоянием живота. Ну и вот, и совсем недавно был пациент, которому 93 года, он принял своего приятеля, которому 76. Так вот, 93 он лучше выглядел, чем тот, которому 76. Я его специально положил на стол посмотреть. То есть, он говорит, ну и как? Я говорю, вы знаете, я вам гарантирую еще 20 лет, если вот в таком состоянии будет это живота. А тот, которого 76, я думаю, что он не доживет до его возраста. Не дожил бы до его возраста, если бы с ним ничего не производили. То есть, там мощный конгломерат в области почек, там мощное уплотнение плотный желудок, плотный и твердый, который сдавил и поджелудочную железу. Ведь это еще не все. Если же желудок изменил свое положение, там натянулись сосуды. Но ведь сосуды, общие сосуды из поджелудочной железы. И вот здесь начинается экспериментопатия. То есть, патология самого желудка. Желудок не мешает, не формирует пищевой комок. И плюс еще нарушение кровоснабжения поджелудочной и самого желудка. И вот, как бы мы, какую бы мы таблетку не приняли, мы не сможем восстановить все это. Теперь, то есть, мы с вами можем говорить о метаболизме. То есть, нас можно разделить на две группы по метаболизму. То есть, это люди, относящиеся к обмену катаболическому и анаболическому. И вот здесь-то, конечно, одному показано вегетарианство, а другому вегетарианству противопоказано. Вот для катаболиков они имеют отклонение в сторону защелачивания организма. Для анаболиков в сторону закисления. Так вот, для катаболиков, если катаболический обмен, и мы становимся вегетарианцами, то мы загоняем себя в патологическое состояние. То есть, от природы? Да, мы от природы имеем определенную склонность туда, либо туда. Поэтому, одна и та же таблетка, у анаболика, она вызовет один процесс, у катаболика совершенно обратная. Непредсказуемость. И вот здесь-то вы должны как раз учитывать вот эти факторы. К вам приходит вегетарианец, говорит, вот я вегетарианец, я... А вы ему говорите, давай так, друг, померяем вечером с 11 до 12 температуры. Все вопросы заканчиваются. Если у него температура пониженная, предположим, 35, то вегетарианство приведет его к патологии. Понимаете? А если он анаболик, и у него повышенная температура, то вегетарианство дает ему освобождение от этой проблемы. То есть, уровень анаболизма снижается и приходит к нормальному состоянию. Мы все должны... Вообще, у нас нет константы. Мы утром немножко анаболики, вечером чуть-чуть катаболики, или наоборот. То есть, у нас постоянно колебания идут. Но не должно быть запредельных. Не должно быть таких температур, как 37, предположим, с половиной. Не должно быть, как 35. 35, с половиной. Это уже не норма. А так где-то 36,4. 36,5 в пределах допустимого. Или 36,7. 36,8. Это вот небольшие колебания. Но если мы заваливаемся либо в эту, либо в эту сторону, это уже близко к патологическому состоянию. Поэтому, когда вы начинаете работать, вы начинаете учитывать вот эти факторы. И если вы даете траву, и она вызывает еще большее повышение температуры, значит, вы здесь где-то переусердствовали, где-то что-то неправильный подход. Все это должно давать выравнивание этого метаболизма, нормализации. То есть, по-моему, аршивочка катаболизма – это, наоборот, закисление приводит, верно? Катаболики – это у которых закисление процесса, да? У катаболизма – это защелачивание. Это же распад, распад катаболизма. Анаболик – это рост. Анаболик – это рост. Да, анаболик – это рост. Это рост опухолей. А катаболики – это распад. При распаде защелачивание. А я так считала, что если катаболизм, то значит температура – это выше. Распад же происходит. это боль как ниже начали сантиметр еще почему я с 11 до 12 я не знаю это почему-то такая как бы нулевая фаза я ссылаюсь на работы величин где-то в этом промежутке с 11 до 12 вечером не принципиально дело то что вы можете проделать несколько дней подряд снимаю вот это вот состояние и уже так сказать определившись кто он и какое его состояние ну вот и здесь вот как раз интересно наблюдать когда мы обвешиваем человек электродом мозг его и вот здесь вот видны тоже завалы мозга в сторону анаболизма и в сторону катаболизма но это считается не нормой а там как бы я просто не сфотографией занималась на скрипке как там тогда определить себя за человеком то есть в данном случае мы с вами говорим о том что вот существует определенные биоритмы которые по-своему воздействуют на нас и в принципе существуют биоритмы лунные мы с вами их тоже должны какой-то степени учитывать вот раньше календари отравлены отрывные веселья и в этих отрывных коридорях писалось 1 четверть новолуния там или 1 четверть полнолуния полнолуния последний четверть как вы думаете для кого это писать еще подобное для женщин оказывается да то есть у женщин месячные должны приходить в полнолуние независимо от того 1 четверть среди нам последний четверть полнолуния то есть луна воздействует именно луна активизирует обмен и если мы возьмем жидкости то жидкости более текущей алкоголь полнолуние более активен хотите свадьбу с дракой говорят сделать ее полнолуния в то же время новолуние она по-своему воздействует мы мужчины становится более так флегматичные более спокойные алкоголь хуже действует женщины меньше возбуждают ну вот и все как положено в природе поэтому когда вы начинаете работать животом то вы обратите внимание что первые проведенные иногда манипуляции вдруг месячный цикл либо исчез остановился либо он сместился он обычно начинает смещаться в фазу полнолуния то есть и если у женщины месячные приходят на валунии это патологии поэтому вот здесь то как раз когда вы будете работать вы это увидите своими собственными глазами или услышите собственно вы знаете дело то что здесь вот в данном случае мы с вами вот об этом не говорим потому что пациент приходит не тогда когда нам удобно а тогда когда у него заболел и когда говорят какой лучше там на голодный желудок на сытый заболел у него на голодный он пришел тогда когда голодный на сытый переел он приходит когда так сказать живот раздутый и поэтому в этом плане скажем конечно когда человек голодит больше спазма больше информации о животе но в данном случае для работы и тот и той вариант он не является противушекоза а другой нет мечные не является противопоказания наоборот это то время когда у женщины организм очищается и многие процедуры мы применяем подгоняя к приходу месячных это может быть постановка пиявы это фитотерапия и в принципе то в полнолуние все жидкости более текущие вот здесь как раз удобно использовать скажем различные чистки изгонки камней желчную или очищение печени камней из почек но в принципе то к нашему счастью все это управляемое с наших с наших позиций то есть мы имеем возможность управляя работая животом управлять этими процессами если мы хотим предположим чтобы активно почка выбросила содержимое то мы можем ту же гематому или манипуляцию провели поставили гематому сзади со стороны спины со стороны представительства почки вот тогда почка сразу все выплевывает содержимое нам это не надо пусть лучше все потихонечку идет тогда мы гематому тоже взяли и сделали со стороны живота улучшится одновременно состояние кишечника и одновременно активизация скажем обмена в области почки поэтому у нас имеется возможность регулировать вот эти вот явления различными действиями где манипуляциями где еще попил что-то пиявки поставили и вот здесь то как раз когда мы ставим пиявки то опять же пиявки мы ставим тогда когда подготовили живот к постановке поэтому человек не знающий живота ставит пиявку он рискует он рискует тем что непредсказуемый процесс а здесь вы уже знаете что вот если поставили пиявки должно произойти вот то 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 еще идет нормально своим чередом другой вопрос если вы не пролечили от паразитов то после того как поставили пиявки возникает мощный отек в этой области знаете если возник аллергическая реакция вплоть до того что приходится применять супрастин это говорит о том что там вы не отработали с такими же подобными червями которые поставили то есть аскоридоз чаще всего аскоридоз дает вот такие вот ну и с другой стороны когда мы с вами рассматриваем паразитологию то открываем страницу первую страницу учебника по паразитологии первые признаки паразитов аллергии а когда с аллергологом разговариваешь на эту тему он даже и не знает об этом ему учебник показываешь вот смотри первый признак а дальше начинается перечисление там скрежетание зубами там и высыпание на коже чешется клуб кого-то чешется попа у кого-то пятки аргива покрывается там становится плотными роговой слой появляется у кого-то на языке что-то ну вот и все это внешние признаки а вообще один из признаков паразитов это аллергизация поэтому когда вы провели вот такую терапию то конечный итог человек понюхал то от чего у него была аллергия аллергии не должно быть или съел то от чего аллергии этого не должно быть но не чаще всего это все-таки паразитарная инфицированность но об этом мы с вами уже по ходу будем говорить дальше а пока мы как бы общий макет общий проект ну и вот здесь а как конечно когда рассматриваем вот эти вот периоды циклы я к чему подгоняю что кругом существует определенная математическая модель мы не можем изменить день ночь до зима лето весна осень то есть вот эта вот модель которая идет движение луны и вокруг земли может быть она со временем изменится но мы все равно подстроимся под все организма начинает подстраиваться создавая определенные ситуации и в себе и вокруг себя но в настоящее время и в космосе тоже если мы посмотрим на звезды сплошной хаос кажется внешне но на самом деле это организованный хаос ничего просто так не бывает движение звезд движение галактик это все по определенным законам по определенным системам ну и вот и здесь тоже и также рост и даже активность растений если мы с вами собираем растения и нам нужно с вами собрать чтобы хорошо повоздействовала трава на что-то к ты когда ее собирают а ее нужно собирать первую четверть полнолуния потому что это лунная весна а что весной всегда собирается трава если нам нужно собрать максимально ягоды чтобы от ягод был максимальная отдача витаминов и всего прочего когда их собирают в летом до полнолуния а здесь полнолуния полнолуния это лунное лето а когда картошку собирают а картошку собирает осень лунная должна быть вот тогда Тогда картошка будет лежать в погребе, храниться, и она не будет гнить. Вот в чем особенность. Если мы ее собрали в Новолуние, это лунная зима, там в ней уже ничего нет, она долго не лежит. Она начинает загнивать, в ней появляется, ну, и качествами она не обладает. И, конечно, если мы с вами говорим о каре осины, и человек пошел, предположим, мы используем кару осины при лечении аписторхов, при работе с паразитами печени. Мы ему порекомендовали, он пришел в лес, надрал кары осины, а надрал ее в Новолуние, то, естественно, зимой что там, там все процессы приостановлены. То есть биоритмы существуют не только у живых, но и, скажем, у растительного мира. Вот этот растительный мир может в один промежуток дать нам максимальную поддержку и дать минимальную. И так же, как борьба с паразитами, откровенно говоря, она выше, естественно, полнолуния. И размножаются паразиты, если мы будем смотреть, предположим, промежуток, когда максимальное количество, так сказать, яиц выделяется, это, опять же, связано с лунными фазами. Что в полнолунии это есть, а в Новолунии мы сдали кал, а там ничего не находят. Понимаете, то есть паразит из носа лезет, а яйца глист не обнаружены. То, что мы иногда с чем сталкиваемся. Редактор субтитров А.Семкин